Трамписты в случае проигрыша Трампа, а он возможен, потому что они идут на взрыв, у обоих практически одинаковый негативный рейтинг, могут устроить в случае проигрыша Трампа какую-то бучу, в особенности, если их будут подогревать соцсети из Петербурга? — Капитолий 2.0, может быть. Штурм Капитолия, капиталистское успешное. Да, штурмовали сразу после проигрыша от Дональда Трампа в прошлый раз. Штурм был, сколько людей-то посадили на серьёзные сроки и всех нашли. Я думаю, что правоохранительная система США уже будет готова к этим моментам физически, но никто не может быть готовым к тому, что Российская Федерация, используя американские технологии, американский софт, американское железо, на американском макбуке, через американские соцсети будет подогревать американских граждан на то, чтобы «иди, захвати, у тебя украли твой голос». То есть это может быть. В прошлый раз Российская Федерация тоже подогревала. Десятки миллионов комментариев было выпущено в тот момент российскими кремлёвскими ботами. Но тогда нужно отдать должное. У россиян в активе была ферма «Пригожин». — Она же осталась сейчас? — Её разорвали. Вообще этот фан, Федеральная агентство новостей, она прекратила своё существование. Она же работала исключительно для одного потребителя, для Евгения Приходжина. То есть ему хотелось видеть, это его такое копьё было, он там штрикал, кого хотел. Хочет там губернатора Петербурга бегло, ещё кого-то. И он ещё очень сильно этим гордился. Сколько я знаю, что эту медиа-империю развивали на части. Кто себе забрал, по 10-15 человек, они разбежались. Но, насколько я знаю ещё раз, вот такого большого конгломерата, такой большой махины уже нет.